Надо приветствовать всех слушателей и участников конференции нашей секции. Хотела бы выразить свою благодарность за возможность выступить. Мой доклад посвящен вопросам медикаментозной терапии воспалительных заболеваний кишечника. Как всем широко известно, воспалительные заболевания кишечника – это болезнь крона и язвенный колит. И результаты нашего исследования основаны на анализе данных реальной клинической практики. Источником данных реальной клинической практики – это лекарственное обеспечение пациентов, которые получают лекарственные препараты за счет средств бюджета города Москвы. Говоря о воспалительных заболеваниях кишечника, нужно понимать, Несмотря на то, что к этой группе относятся достаточно два разнородных по клиническим проявлениям заболевания, тем не менее задачи современной терапии – они сходны. Следует контролировать болезнь до появления симптомов, бракировать прогрессирование заболевания и предотвратить дальнейшее прогрессирование и поражение желудочно-кишечного тракта и органов мишени, дабы избежать инвалидизации пациента. Кто-то рассматривает данную терапию медикаментозную как спринт, кто-то рассматривает как марафон. Но какая же дорога является верной? Это нам и предстоит сегодня уточнить. Говоря о текущих потребностях современной терапии воспалительных заболеваний кишечника, нужно отметить, что есть ряд достижений. Несомненно, современные методы лечения в языке эффективны у части пациентов, однако ввиду первичного и вторичного отсутствия ответа на ингибиторы фактора нектроза опухоли альфа, которая составляет 50%, есть потребность, которую нужно удовлетворять и в дальнейшем. Клиническая ремиссия достижима с помощью ингибиторов ФНО, но неадекватное лечение имеет свои последствия ввиду госпитализации, увеличения частоты обострения, частоты распространенности заболеваемости колоректальным раком и дальнейшего хирургического лечения вплоть до колоктомии, а также нежелательных явлений терапии глюкокортикостероидами в виде увеличения частоты сердечно-сосудистых событий. Почему необходимо раннее лечение воспалительных заболеваний кишечника? Здесь я хотела вам показать два слайда, которые представлены были профессором Коломбеллем еще в 2017 году в его классической работе. Так называемое window of opportunity, окно возможностей. В него нужно попасть на примере болезни Крона для того, чтобы дальнейшее течение заболевания было мягким. Практически такая же история предполагается и в язвенном колите, но здесь эта история про окно возможностей, она не так четко выглядит, как в истории про болезнь Крона. Говоря о популяции пациентов, той популяции, которая достоверно есть, которая достоверно зарегистрирована на территории города Москвы, которая получает лекарственное обеспечение за счет бюджетных средств города Москвы, мы можем сказать, что в разрезе горизонта двух лет, 2019-2020 год, эта популяция составляет чуть менее 1000 человек пациентов с болезнью Крона и чуть более 1000 человек пациентов с язвенным колитом. Обратите внимание, что стабильная популяция составляет 834 пациента, пациенты, которые перешли из 2019 на 2020 год, и 761 пациент, пациенты, которые получают стабильно на протяжении уже как минимум двух лет терапию с язвенным колитом. Это важные показатели, которые говорят о том, что есть приверженность к данному лечению, и, что самое главное, есть потребность, которая реализуется лечебным учреждением Департамента здравоохранения Москвы. Возрастная структура, что при болезни Крона, что при язвенном колите, изученной нами популяции, она имеет, конечно же, различия. Так, болезнь Крона, конечно же, моложе, это классическая ситуация, в то время как основная часть пациентов, кто страдает язвенным колитом, у кого он диагностирован, все же это люди старшего возраста. Обратите внимание, оценив лекарственное обеспечение пациентов с этими двумя нозологиями, конечно же, стоит отметить, что порядка 10-15% от всего лекарственного обеспечения указанной популяции пациентов, это, конечно же, составляют препараты глюкокортикостероидов, местных топических стероидов и противовоспалительных препаратов. Так, в язвенном колите число пациентов, которые получают терапию топическими стероидами и глюкокортикостероидными системами, из года в год приблизительно симметрично, одинаково. В то время как у пациентов с болезнью Крона наблюдается такая же ситуация. Говоря о терапии генноинженерными биологическими препаратами и ингибиторами Яна с Кеназ, нужно отметить, что весь массив медикаментозного лечения на сегодняшний день у пациентов с ВЗК в Москве он представлен именно этой современной терапией. И говоря о медикаментозной терапии генноинженерными биологическими препаратами ингибиторами Яна Кеназ у пациентов с болезнью Крона, есть определенная эволюция, которая выразилась в небольшом горизонте 2 года, 19-20 год, в виде появления устыки Нумаба в 2020 году в достаточно большом объеме и увеличение доли кафацетиниба. Вместе с этим есть увеличение доли видолизумаба и инфлексимаба на фоне постепенного снижения препарата Адалимумаб. Говоря о объеме лекарственных препаратов, которыми обеспечены пациенты с болезнью Крона, мы также подтверждаем данную тенденцию в виде не только увеличения потребностей в виде пациентской популяции, но и увеличения объема лекарственных препаратов. Говоря о лекарственном обеспечении пациентов геноинженерными биологическими препаратами-ингибиторами Яну Кеназ, пациентов с язвенным колитом, здесь немного другой уже узор, другой орнамент. Здесь лидируют позиции инфлексимаба по сравнению с другими биологическими препаратами, по сравнению с идолимумабом, с видолизумабом и галимумабом. Здесь позиции инфлексимаба лидирующие, однако обратите внимание, как велика доля тифоцитениба по сравнению с нозологией болезнь Крона. Аналогичную историю мы видим, она выражается в объеме лекарственного препарата, которым были обеспечены пациенты, в количестве упаковок данных лекарств. И опять же-таки мы видим этот тренд, он подтверждается. Говоря об объеме затрат бюджетных средств на льготное лекарственное обеспечение пациентов с язвенным колитом и с болезнью Крона, за 2020 год эти затраты выросли в 1,2 раза у пациентов с нозологией болезни Крона и в 1,3 раза у пациентов с язвенным колитом по сравнению с базовым 2019 годом. Это достаточно ощутимый объем бюджетных средств, но надо понимать, что эти затраты идут в основном на биологическую терапию. Какова цель, какова ценность этого лечения, этого достаточно дорогостоящего лечения? Конечно же, это устойчивый контроль над болезнью и эффективное использование финансовых ресурсов, которое позволит, которое возможно достичь, имея отсутствие инвалидизации, сократив потребность в хирургической помощи, снизив частоту или продолжительность госпитализации и, конечно же, имея несравненно лучшее качество жизни для пациентов с ВЗК. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.